Второй вопрос, поехали. Очень важно в этом вопросе понимать, откуда ноги растут и почему сегодня вот такая какафония пошла совершенно не в том направлении, которое должно бы на самом деле показывать реально, какие претензии, например, предъявляет сегодня Турция и вообще какое отношение имеет это к войне, которую развязала Россия против Украины и имеет ли она вообще какое-то отношение. В моем понимании, в моем понимании то, что происходит сегодня между Швецией, Финляндией и Турцией и претензии Турции в этом вопросе не имеет никакого отношения напрямую к Лен-Лизу, финансированию, совещанию в Рамштайне, поставкам оружия и ко всему тому, что делает сегодня коллективный Запад и где активную роль играет та же Турция. Поэтому этот вопрос чисто политический и этот вопрос в первую очередь связан со шкурными интересами той же Швеции и Финляндии, которые на фоне того, что сегодня они увидели, как Россия реагировала на перспективы прозападной ориентации той же Украины. И, естественно, они решили обезопасить себя и подали эту заявку. Тут очень важно обратить внимание, в первую очередь, украинцам, тем же грузинам и всем тем, кто сегодня реально на самом деле поддерживает Украину, задаться было бы вопросом таким. А почему в 2008 году, когда Украина и Грузия подавали свою заявку на прием в НАТО, тогда не было к ним вот такого отношения, которое сегодня мы видим по отношению к Финляндии и Швеции? Это озвучивает сегодня Турция, потому что это может озвучить Грузию и Украину, никто не слушал. Им сказали ПДЧ, им сказали про многие реформы. Саакашвили, который провел те реформы в своей стране, который сегодня сидит в тюрьме, и о судьбе которого на Западе не парится. Все те, кто сегодня рут рубашку за Швецию и за Финляндию, они забыли, что есть такой президент Грузии, который сделал намного больше, чем сделала та же Албания и та же Венгрия и другие страны, которые сегодня там находятся в этом блоке и в Евросоюзе находятся. А Грузию и Украину. Украина вообще в 2008 году не имела никаких территориальных проблем, которые могли бы стать основанием, чтобы их не принимать. На Востоке есть такая поговорка, которая говорит о том, что там, где нет равноправия, там присутствует лицемерие. И вот отношение Грузии и Украины в 2008 году со стороны этого коллективного Запада и в первую очередь со стороны Франции и Германии и всех тех, которые сегодня подпевают и критикуют ту же Турцию, они заблокировали этот вопрос, тема Грузии и Украины. В то время как Турция наоборот выступала за. Посмотрите на отношения Турции и Грузии, Аджария, конфетка и сравните ее с Абхазией. То, что сегодня вы видите Аджария, это продукт политико-экономических взаимоотношений стратегических между Турцией и Грузией. И, конечно, и Азербайджан, вот эти три страны, они сделали это. Это не сделали ни США, ни Франция, ни Германия и не все те, кто сегодня рубашкуруют за Швецию и Финляндию. Включая этого не сделали ни Швеция, ни Финляндия. Теперь дальше, касательно той же Украины с 2014 года, тема Крыма, как себя велела Турция и как себя велела Швеция и Финляндия, Франция и Германия. Что Франция и Германия в обход эмбарго продавала оружие России. И все другие, чем занимались те годы, а чем занималась Турция, тема Крыма, крымских татар, 3,5 миллиона живут. Они в Турции живут, они не живут ни во Франции, ни в Германии, и ни в Швеции, и в Финляндии. Это персонально надо это озвучивать, потому что там, наоборот, живут совершенно другие люди, которые выступают против Турции. Там живут курдские сепаратисты. Теперь сепаратизм, который Турция озвучивает. В Томбассе это что? Сепаратизм? Сепаратизм. В Приднестровье сепаратизм. В Абхазии, в Южной Осетии, в Нагорном Карабахе сепаратизм. И курдский сепаратизм. Это что за двойные стандарты? Это сукин сын, но это наш сукин сын. Так получается. Это тот же сепаратизм. И Турция в доктрине своей национальной безопасности ставит вопрос ребром решить этот сепаратизм. Это и до Эрдогана так было. И после Эрдогана так же будет. Это судьбоносный вопрос для Турции. Потому что на границе между Сирией, Ираком и Турцией живет парадка 40-50 миллионов курдов. Из них почти половина живет на территории той же Турции. И там, где в Ираке они живут, в Сирии, естественно. Смотрите. Во времена Советского Союза, Советский и Советский Новый Урбянский, были созданы две организации. Террористические организации, Организация Освобождения Палестины и Курдская Рабочая Партия против Израиля. Это палестинская организация. И против Турции. Это курдские боевики. Почему? Потому что во времена противостояния Советского Союза и США, глазами и ушами Соединенных Штатов, НАТО, там была Турция на этой границе. А Израиль был союзником Соединенных Штатов. Советский Союз развалился. Теперь у них появились новые хозяева. Вот у Организации Освобождения Палестины европейцы, у Курдской Рабочей Партии европейцы. Просто у Израиля за ними стоит США, который является основным союзником, не НАТО. А у Турции, оказывается, никого нет в этом вопросе. Европейцы стали поддерживать курдов. Вот этот сепаратизм. То есть они взяли флаг от России сегодня к себе. Что должна делать Турция? Собственными силами решают эти проблемы. Порядка 50 тысяч турецких солдат, солдат НАТО за эти годы погибло. И теперь простой вопрос. Как должна решать Турция? Турция просит Петриот. Не дает Петриот. Турция идет, берет стратегического противника С-400. Она их не поставила. Они сегодня не работают. Но они на складе, так сказать. Но это был политический вопрос. Сделали эмбарго. Лишили Турции F-35 этой программы. F-16. И Швеция и Финляндия также приложили к этому руку. Но в первую очередь Франция и Германия. И США их поддержала в этом вопросе. Как должна себя вести та же Турция? Когда вот эти страны теперь хотят вступить в этот клуб, где Турция является 70 лет одним из ключевых членов этого блока. Обратите внимание. В Евросоюз Турцию не приняли тогда же, когда в 2007-2008 году. Почему? Это христианский клуб, да? Там мусульманам делать нечего. Мусульманам в экономических вопросах места нет. А вот там, где воевать надо, кровь проливать с 52-го года. Турки регулярно присутствуют. Это двойные стандарты. Двойные стандарты. Конечно, Турция это не Грузия и Украина. Она более авторитетная страна своими возможностями. Вот и она ставит вопрос ребром, касательно Швеции, Финляндии, касательно курских сепаратистов, которые окопались у них в стране. Хотите, чтобы вас принимали бы? Возьмите их, выгоните из своей страны и скажите, что это терроризм, что это террористическая организация. Мы выступаем против сепаратизма касательно члена НАТО Турции. Что касается всех других стран НАТО. Ежели мы сегодня в одном окопе и поддерживаем Украину, темой Ранштайна, где Турция играет ключевую роль. Турция играет ключевую роль по многим вопросам касательно Украины, включая гуманитарную, тема Азов-Стали. Это не США решает, не Франция, не Германия, не Швеция. Одну из ключевых ролей. Не хочу на эту тему спекулировать. Когда закончится, тогда на эту тему все станет. Все поймут, кто что делал, а кто просто играл, какие игры. Поэтому, ежели это так, хотите консолидацию сохранить, давайте закроем эту тему раз и навсегда. Раз и навсегда, это что значит? Тема сепаратизма будет закрыта. Возвращайте F-35, F-16 и все остальное. Кончим эту тему, потому что это ключевой союзник, который 70 лет занимается этим. А мы что видим? Посмотрите, какая идет агитация. Хорошо, это делает российская пропаганда. И им подпевают эти, которые в Европе находятся. Такие как Макрон, Шольц, Сильвер Берлускони. Здесь в газете New York Times лоббируют эти такие статьи продажные. Ну, почему этим занимаются все те, кто выступает на ваших каналах, уважаемая Наташа. Те, которые представляют как будто бы российскую либеральную оппозицию. Такие как, например, уважаемый Андрей Пянтковский. Уважаемый Гарри Каспаров, которого я лично знаю, моего земляка. Почему бы сегодня, говоря правильные вещи в этом вопросе, вы сегодня у вас какая-то патологическая, может быть, генетическая, не знаю, персональная неприязнь той же Турции ко всему мусульманскому или персональной к Эрдогану. До Эрдогана такой же был сепаратизм. И завтра это будет, если это будет продолжаться. Вещи надо занимать своими именами. Сепаратизм, он для всех сепаратизм. Территориальная целостность, она для всех территориальной целостности. С уверен, так же, как для Грузии и для Украины. Поэтому, например, у меня претензии к российской либеральной оппозиции какие были? После Второй Карабахской войны. Заметьте, сегодня они Донбасс поддерживают Украину. Два года назад они пели такие песни. Они говорили все то, что говорят Соловьева и Скобеева. Включите, посмотрите, два года назад. Те же тезисы. То есть там они поддерживали Армению террориста, за которыми стояли российское средство массовой информации. А сегодня они поддерживают Украину. И что за двойные стандарты? То есть и поэтому сегодня, когда они критикуют Турцию, почему вы не критикуете так сильно Германию, Францию, которые продавали оружие в обход эмбарго? Может, Турция продавала в обход оружие эмбарго? Понимаете, вот это все надо озвучивать, а не выдавать желаемые действия. Вам кто-то не нравится? Это ваше личное дело. Но если вы выходите на канал сегодня, если мы сегодня как будто в одном окопе находимся, его не надо будет оражить украинское общественное мнение. Украинцы должны знать, что сегодня реально на стороне Украины. Это Соединенные Штаты, это Великобритания, это Турция. В Великобритании и Турция работают годами в связке касательно Крыма, касательно всего того, что касается... Кстати, Великобритания сняла все претензии, которые касались Турции в военно-техническом сотрудничестве. Потому что Великобритания понимает значимость Турции. Великобритания это не представитель российской либеральной оппозиции, и это не Швеция, и не Финляндия. Они знают значимость Турции в этом политическом блоке, и знают то, что делает сегодня Турция касательно той же Украины. Поэтому все должно быть честно. Ежели мы выходим на экраны, мы позиционируем себя экспертами, давайте не выдавать желаемые за действительность. Давайте точно... Потому что украинское общество сегодня должно понимать, какие игры идут. Вот я гражданин Америки, живу здесь. У меня, видите, я с первого дня, вы свой свидетель, уважаемый Наташа, я критикал жестко. Почему я критикал? Сегодня я мягче. Потому что я вижу, что машина двинулась в нужном направлении. Я не демократ, не республиканец. Мне до лампочки, кто там сидит в Белом доме. Я буду поддерживать того, кто будет поддерживать реальную Украину. Они будут играть в эти игры, как вот эти 11 сенаторов, или там несколько десятков этих конгрессменов. Сегодня Байден пошел в нужном направлении. Но есть люди, которые не хотели бы, чтобы это так было. Надо за этим следить. Это Америка, демократическая страна. В Нью-Йорк Таймсу кто-то опубликовал эту статью. Лоббирование здесь разрешено законом. Так почему бы на эту статью не дать 2-3 статьи намного похлеще? Не дать по мозгам тому, кто это написал. И редакции, или позвать их в Бучу, в РПН, глазами показать вот это все. И это должны делать в первую очередь политическое руководство, главные спикеры Украины, все гражданское общество. Вы четко должны сегодня заявлять на весь мир, что вы хотите и как вы видите свою победу. Если вы скажете, возврата к 24 февраля нету, тогда и в Европе, такие как Берлускони, такие как Шольц, такие как Макром, не будут эти песни петь. Они могут эти песни... Вспомните, что они говорили 2,5 месяца назад, месяц назад, что они говорят сегодня. Они сегодня говорят это так, потому что Россия понимает, что ситуация аховая. Уже не так все, как было 2,5 месяца назад. И сегодня есть возможность как-то проточить Минск-3. И давайте все бросим вперед. Они дали вперед посмотреть на всех. Они даже вот эту тему Швеции и Финляндии стараются использовать против той же Турции. Кто это делает, в первую очередь? Вот все те, кто лоббирует интересы того же Кремля. Если интересы Кремля вы лоббируете, как дорогие мои, зачем вы сегодня рубашку рвете за Украину, особенно те, которые выступают критиками той же Турции? Мы же должны понимать, что шестой пакет санкций не принимают. Почему? Кто лоббирует это? Та же старая Европа. А еще в перспективе седьмой пакет. Потому что им нужен новый Минск-3. Они понимают, что Украина, если бы стояла первые вот эти 2,5 месяца, если это поставки начнут поступать, реальные, они поступают. Я довожу до вашего сведения. Пентагон на официальном бритинге сказал, иногда утром загружается, вечером это уже на территории Украины находится. То есть здесь понимают, что ленд-лист, это США, США, принимая такие решения, они понимают, что это страна победитель. Как 80 лет назад она не может сегодня не принять такого решения, которое завтра не даст победу той же Соединенным Штатам и их союзникам. Ударит по имени за США. Поэтому если США принимают это решение, вы должны понимать, что в Европе огромное количество стран, которые не хотели бы этой победы. Естественно, мы будем видеть вот это лоббирование, вот эту какафонию со всех сторон. И поэтому я не хотел бы, чтобы те, которые сегодня реально хотели бы победы украинской, может быть, не понимая, но когда вот эти вещи озвучивают, это преступная халатность, это государственное преступление, если человек, например, был членом Совета Безопасности Украины, который, например, Арсен Абаков, бывший министр внутренних дел, он тоже самое, также наезжает на ту же Турцию. Прежде чем наезжать на ту же Турцию, Арсен Борисович, уважаемый, наезжать на Армению, да, вспомните, если ваши этнические моменты вам не мешают быть объективным, вспомните, чем занимается сегодня Армения, почему Армения в ДКБ, и почему Армения сегодня в армянском обществе поддерживают сегодня, и митинги там проходят против Украины, то есть поддержку России, а в Азербайджане вы их не видите таких, в Грузии вы их не видите таких митингов, в Молдове вы этого не видите. Ну, то есть, к чему я это буду? Поэтому, когда мы хотим быть честными, мы не должны, вот, знаете, вот так, нам это не нравится, потому что он мусульманин, потому что это Турция, а этот нам нравится. Здесь не религиозная тема, это политическая тема, потому что меняется вся парадигма системы безопасности в мире. Политическая, это касается ООН, политические институты типа ООБСЕ будут меняться, Евросоюз будет меняться, и военная структура типа НАПР тоже будет меняться. Если вы хотите, чтобы с вами считались, с украинцами, вы должны не повторять ошибок 2014 года, и не давать никому возможность вас заставить эти ошибки повторить. Вы должны вести себя жестко, как вы с первого дня вели, вот как жестко по отношению к США. А президент вам предлагает самолет, мне такси не нужно, мне нужно оружие. Посмотрите, как поменялась риторика, и дальше меняйте эту риторику, и дальше меняйте. Если вы приглашаете кого-то в студию, как будто бы он хорошие, красивые слова говорит, но если когда он начинает что-то не по теме нести, как говорят, пургунисти, вы их говорите. А почему вы это говорите? Приведите факты. Вы сегодня выступаете против того, что Турция выступает против Швеции и Фильляндии. Вот я, Рамис Юнус, выступаю также против нашего метода лампочки. Если вы хотите принять Швецию и Фильляндию, поставьте одновременно вопрос Грузии и Украины. Четвером сразу принимайте. Этим говорите ПДЧ, политической сегрегацией занимаетесь. Эти кровь проливают за ваши же демократические ценности. Гарри Каспаров, Гарри Кимович, называют Турцию диктаторской страной. Какая она диктаторская страна? Если там лидеры оппозиции, мэр города Стамбула, мэр города Анкары, мэр города Анталии, там оппозиционные партии находятся. В конце концов, в конце концов, они в обход эмбарго оружие не продают. А вот эти демократические страны, типа Германия и Франция, смотрите, чем занимаются. Да мне такая демократия до лампочки. Мне нужно, вот, например, Азербайджану, кто помог во Второй Карабахской войне? Пакистан, Израиль и Турция. Мне до лампочки, как гражданину Азербайджана, какое устройство в Пакистане и в Израиле. В Израиле вообще конституции нет. Мне самое главное, что они помогли Азербайджану в его кровавой борьбе. Демократические страны, которые входили в минскую группу ОБСЕ, типа Франции, типа США, где я живу, и Россия, они все поддержали агрессора в этом вопросе. И вот эти российские либералы также поддержали. А я говорю, мне до лампочки, что там в Пакистане. Это проблема пакистанского народа. Это проблема израильского народа. Это не проблема Азербайджана. Я никогда не выступлю ни против Пакистана, ни против Израиля, ни против Украины, ни против Грузии, которые поддержали политически тот же Азербайджан. Поэтому, если вы хотите украинцы быть объективными, вы должны четко знать, кто сегодня на самом деле вам помогает в этой войне. Это экзистенциональная ваша война. А кто играет? Играя, и еще критикую, наезжают на тех, кто вас реально поддерживает, спасает ваших людей с Азербайджанской, и поставляет вам вооружение. Понимаете? Вот это все нужно озвучивать. К сожалению, сегодня многие стали в игры играть. Я понимаю тех, которые не понимают, тогда не выходите в эфир, не представляйтесь экспертами. А те, которые, наоборот, это делают целенаправленно, получая гранты, или отрабатывая свой электорант, как это делают во Франции, в той же Германии, вы должны это знать. И как вот Михаил Подоляков, уходит жестко. Вот так и отвечать им. Как президент Зеленский это делает? Жестко. То есть, это именно так надо делать. Четко говорите, что возврата к 24 февраля нет. Возврат может быть только в 2014 году. И кто сегодня начнет с вами вот вести на этот разговор, вы знаете, что на ближайшем повороте он вас продаст. Как они продали Грузию, как они в 2014 году вам продали. Вы должны четко знать, с кем вы идете сегодня в разведку. А вот эти все разговоры надо расшифровывать. Спасибо огромное, уважаемый Ромис. Ну что ж, спасибо вам за поддержку Украины. Спасибо за интересный анализ. Слава Украине. До встречи. Героям слава. До побачения. Спасибо. До побачения.